Теперь подробнее. 17 апреля в России отмечают День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. Химкинских ветеранов поздравили во Дворце культуры Родина. Для молодых сотрудников полиции 17 апреля это повод в очередной раз сказать спасибо тем, кто охранял покой города десятилетиями. Для ветеранов возможность встретиться и вспомнить сослуживцев, с которыми пройден долгий и трудный путь. Репортаж Артёма Макарова. Желаю всем здоровья и удачи! Здоровье и удача очень важны для тех, кто постоянно рискует собой ради спокойствия горожан. Ветераны Химкинского УВД знают об этом не понаслышке. Многие из них служат закону всю жизнь. Теперь принимают подарки, поздравления и аплодисменты от действующих сотрудников. У ветеранов Химкинского УВД сегодня насыщенная программа. Не бывшие, ведь таких не бывает. Милиционеры возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам. Не секрет, что среди тех, кто принимал участие в локальных конфликтах, немало сотрудников Министерства внутренних дел. Вы понимаете, что делать? Вся работа Химкинского дела, я уже назвал, сколько я работал, все проходило с ними. И в какой-то степени мы же были, ну как, близкие такие люди. 20 лет Борис Захаров прослужил в Химкинской милиции, начинал карьеру участковым в звании лейтенанта, закончил подполковником, заместителем начальника управления. Каждый год он навещает сослуживцев, несмотря на преклонный возраст, а ему 80 лет, сложившейся традиции он не изменяет. Такие встречи Химкинское УВД проводит ежегодно. По словам действующих сотрудников, ветераны могут многое рассказать молодым полицейским. У нас пришло 28 ветеранов. Значит, реально у нас ветеранов в Химкинском районе, назовем опять же по-старому, 438 человек, значит, за каждым ветераном у нас осуществляется и проводится с этими ветеранами определенная работа, оказывается им помощь. По словам ветеранов, эта встреча весьма символична. В преддверии 70-летия Победы вопросы службы чести и самопожертвования актуальны как никогда. Артем Макаров, Андрей Хомченко, Служба новостей.